так это ответы на вопросы информационного агентства украинского вопросов 8 значит что будет с помощью украине в ближайшее время а ну соединенных штатов которые определяют политику отношению к украине вот участие нато западного сообщества вообще в помощи украине пока ничего не меняется байден хоть он и менее дееспособен он остается президентом канал харрис продолжает ту же политику в общем как это и было до войны когда принималось решение позволить путину захватить часть территории украины также как они позволили захватить крым ему расчет был на то что украина смириться с этим отступит но украинский народ здесь выбрал другую стратегию не совпадающую с планами администрации демократической партии порушил эти планы но и получил в качестве ответа такую помощь которая не позволяла к сожалению только наступать но и защищаться украине вот но это так сказать было результатом политики президента зелецкого который вступил договорные отношения с этой администрации поддерживал ее поддерживал ее против республиканской традиционалистской традиционной администрации все время своего президентства это была ошибка конечно меняться ничего не будет тот момент который в которой украина была на первых полосах информационных агентств в начале войны когда весь мир был в шоке он усилиями той же самой демократической администрации был свернут купирован завершён начались разговоры о коррупции начались разговоры о каких-то неправильных действиях руководства украины в этот момент надо было менять отношения с украиной селена то есть соединенными штатами с демократической администрации зеленскому быть дипломатичный изворотливей ну вот как делал нетаньяху но дипломаты украины были не настолько профессиональные вот эти десятки тысяч потерь это конечно результат в том числе результат политики администрации украинской смерти этих людей необходимо винить еще и недальновидную политику конечно к сожалению я поддерживал президента зеленского продолжаю его поддерживать не вижу пока его замены но это была ошибочная политика самого начала в тот момент когда он отказался по просьбе действующего президента соединенных штатов расследовать преступления совершенные вице-президентом байдена на территории украины и соединенные штаты получили в качестве президента это коррумпированную личность а украина зеленский получил этого байдена коррумпированного неверного в качестве партнера в качестве защитника ну вот как защищалась украина мы с вами видим ближайшее время ничего не изменится изменения как я уже несколько лет говорю произойдут тогда когда сменится эта администрация прекратятся ли бомбежки городов украины в начале этого года я говорил о новых планах кремля путина очень опасных для украины и призывал украину вступить в переговоры и не допустить их реализации этих планов очень опасных и наступление на киев на харьков и проведение трибунала они планировали не возражали что наступление не будет никаких потому что там необходимо проводить мобилизацию путину наступление было об этом говорили многие украинские очень слабые эксперты и и цена которую украина заплатила за упрямство за гордость кстати говоря национальную гордость это десятки тысяч жизни а нужно было платить эту цену ну пусть определяют народ украины на следующих выборах я думаю что сейчас в украине это не оценивается как полностью положительные дальновидные действия руководства украины хотя не мне решать так что вы ожидаете от действия путина в ближайшее время у меня складывается ощущение что путин кремль изменил тактику стратегию вкладываться в том числе финансовой и человеческими ресурсами в перелом ситуации в украине такое впечатление я не уверен в этом по тем отрочным советом которые я получаю из кремля из россии создается впечатление что вкладываться кремль не хочет кремль путин путин устраивает полученные результаты оккупация части территории украины и он его окружение рассматривают там большую оккупацию оккупацию больше территории украины как головной боль как взятие на себя ответственности за функционирование дополнительной части украины это очень дорого вот и логика здесь такая что значит нам говорят они хватит того что захватили хорошо было бы конечно как-то это закрепить какими-то соглашениями формальными вот но пока зеленский его окружение так сказать героически отказываются от каких-либо переговоров но то есть последнее время возникло некоторое стремление к остановке этой войны не очень уверенно вот но многое будет зависеть от зеленского на самом деле администрация зеленского теперь решает в какой степени и в какой форме и как будет остановить этот конфликт мне кажется что президент зеленский ответственный за жизни благополучия граждан украины должен стремиться к в любой форме остановить этот конфликт прекратить его даже ценой признания захваченных территорий но вот последнее время делается попытка заморозки конфликта без признания это был бы хорошим результатом до война может быть не остановлен путина в этом случае он может продолжать агрессивные действия будет ли нынешняя американская администрация помогать украине ну я думаю что все будет на том уровне на котором все это происходит самолеты f16 все еще обещаются вот-вот поступят микроскопическая помощь меньше того что выделяет конгресс значительно меньше того что выделяет конгресс поступает надежда на союзников на европейских союзников на тех кто понимает опасность этой агрессии путина против мирового сообщества вот какая-то помощь осуществляется американская администрация вот эта демократическая не заинтересована помогать тем более что она находится под огнем критики безумные расходы бюджета соединенных штатов сотни миллиардов долларов которые ну непонятно куда уходят безусловно присутствует очень большая серьезная коррупционная составляющая украина получила 20 с небольшим миллиардов долларов за все время войны там разные оценки но военной помощи было в общем недостаточно при том что путин тратил в месяц 10 миллиардов долларов при том что это другие траты другие миллиарды а вооружение произведенное на территории россии или северной кореи или китая или казахстана другие миллиарды а я не ожидаю что что-то радикально изменится идея которую продвигали многие эксперты украинские о том что байден заинтересован в победе украины чтобы предъявить это на выборах в соединенных штатах эта идея оказал фейк фактор украины усилиями демократической администрации которые я наблюдаю через год после начала войны фактор украины вымещается из информационного политического пространства в соединенных штатов в том числе видимо потому что ну вот так было запланировано байдену эта победа украины не нужна вообще фактор украины для байдена для демократической администрации играет ну негативную роль это большие расходы неэффективные они не могут быть эффективными потому что цель планы по помощи украины ну даже формулировка вот это вот помощь украины или добиваться победы украины байден отказывается это так формулировать цели соединенных штатов в этой войне цели соединенных штатов если точно анализировать заявления байдена блинкина остальных так сказать действующих политиков не допустить не допустить разгрома украины и с другой стороны не допустить разгрома путина потому что как они говорят свое оправдание в россии начнется переходной процесс очень опасные для мира неконтролируемое ядерное оружие конфликты регионов там ну и так далее он начнется хотят хочет администрация байдена этого или нет он начнется тогда когда ослаблять будет власть кремля власть путина и сколько-нибудь повлиять на этот процесс администрация байдена не сможет чем отличается подход к войне в украине республиканской администрации ну много было сделано заявление по этому поводу в самых разных местах и более общее заявление что необходимо делать в противостоянии с россией обновление санкций сделать необходимые санкции работающими администрация демократическая очень хорошо понимала что это санкции символически сделать их работающими очень легко в тот момент когда достраивался северный поток и трамп принимал решения о настоящих санкциях были введены вторичные санкции санкции по которым все западные компании американские которые помогают путину строительстве северного потока 2 на них будут наложены санкции в течение нескольких часов участие западных компаний в этом проекте было остановлено что после прихода байдена к власти и после инаугурации по моему в первый день даже байден отменил эти вторичные санкции и северный поток 2 был очень быстро достроен из заявлений из позиций ну вот то что Попрео говорил в статье писал значит по поводу возможной помощи то что трамп делал заявление или майк джонсон Украине надо предоставить возможность занимать средства для обеспечения себя военной техникой занимать это совершенно другая ситуация в этом случае средства поступают не как сейчас в распоряжении президента байдена и расходуется очень непонятным путем или наоборот очень понятно а в этом случае средства будут поступать украинцам и они смогут расходовать их так как им это необходимо кроме того и Попрео и Байден то есть и Трамп считают необходимость снятия всяких ограничений по типу поставляемого закупаемого теперь оружием украинцами естественно снятия каких-то ограничений по дальности действий возникла ситуация после нападения Путина на Украину Украина ситуация когда Украина могла просто уничтожить этот авторитарный режим естественно никаких никакого ядерного оружия Путин не применял бы в этой во-первых конвенциональной войне с использованием конвенционального оружия и во-вторых войне которая проходила бы по территории России очень быстро если бы украинцам было достаточно оружие вот это вообще была отговорка демократической администрации будет ли американская администрация помогать Украине оружием будет ли новая американская администрация помогать Украине оружием существует несколько концепций о них говорил Трамп а не все так сказать в руках Трампа многие решения которые он может предлагать могут не устраивать Путина именно поэтому предлагается вот модель предоставления настоящих кредитов Украины вот но концепция о которой он говорил много раз о необходимости остановить этот военный конфликт по многим причинам он принял абсолютно бессмысленный характер при демократической администрации характер такой вечной войны войны в которой Украине перестают помогать оружием когда она слишком успешна и немного подбрасывает оружие когда Путин слишком агрессив значит я думаю что главная задача которая ставит перед собой республиканская администрация это остановить эту бессмысленную войну начатую демократической администрации по согласованию с Путиным реалистичный подход говорит о том что Украина конечно получит назад все свои территории но тогда когда демократическая администрация отойдет от власти союзник Путина и когда в России начнутся переходные процессы дезинтеграционные процессы они начнутся очень быстро когда Кремль Путин начнет получать меньше доходов от в том числе американской администрации от запада в целом вот за энергетические сырьевые ресурсы это серьезная задача на которую ориентирована республиканская администрация каким может быть реальный мирный план Трампа ну вот этот пазл он составляется из нескольких элементов первый элемент конечно прекращение войны но она и так прекратится Трамп правильно сказал что эту войну он может остановить еще до каденции до 20 января просто там даже переговоры надо вести просто признанием факта того что победила республиканская администрация уверяю вас там здесь я нисколько не сомневаюсь даже предлагал Виталию Портникову поспорить Путин это первый человек который заинтересован в замораживании этого конфликта это очень хороший выход для Путина потому что другой менее благоприятный для него выход это освобождение всех территорий такая степень ослабления Кремля режима которые просто не позволят удерживать эти территории вот и мирный план включает конечно остановку войны и если стороны сами не согласятся на вот это так сказать временное конечно примирение здесь я согласен с теми кто говорит о том что Путин может продолжить этот конфликт и продолжить его не только на территории России на территории других государств в том числе государств членов НАТО в виде как реагирует демократическая администрация мы кстати говоря еще не на 100% уверены в победе республиканцев они еще могут остаться у власти демократы усилиями в том числе и Зеленского вот и то как я не хочу рассматривать этот катастрофический вариант но это очень плохой сценарий для Украины очень плохой катастрофический вот ну и то что он сказал Трамп предложение Зеленскому и Путину немедленно прекратить военный конфликт заморозить его развести стороны конфликта ну конечно это не конфликт это агрессивная война орков России против в общем движущемся в сторону демократии Украины вот но это немедленная остановка вот а дальше уже смотреть как насколько эффективно будут насколько эффективно будут санкции против России в том числе косвенные санкции санкции даже не санкции а просто развитие энергетического сектора Соединенных Штатов который должен привести на рынок а многие сегодня замороженные в США ресурсы и привести Соединенные Штаты на этот рынок опять превратить Соединенные Штаты не в потребителя путинской кровавой нефти и газа производителя Путину будет плохо Пампео Трамп они говорят об этом о том что необходимо можно будет использовать соглашение с Саудовской Аравией с другими крупнейшими производителями нефти о снижении цен на нефть о помощи так сказать мировой экономике которую демократическая администрация просто затормозила в своем развитии это очень опасный процесс был когда Украина вернет себе все захваченные российские территории я думаю что это обязательно произойдет для этого в России от власти должен отойти этот режим самый вероятный сценарий это сценарий дезинтеграции России я должен сказать что кроме Украины которая хочет вернуть себе свои территории существует еще Молдова у которой значительная часть территории оккупирована Россией Приднестровья существует еще Грузия у которой огромные территории четверть страны оккупирована Россией Абхазия Южная Осетия существует другие государства где Россия присутствует именно как оккупант в некотором смысле в Сирии в Венесуэле в Судане в Центральной Африканской Республике во многих местах где присутствие России очень агрессивно и очень опасно и где Россия российские спецслужбы российские войска поддерживают авторитарные опасные для мира режимы то есть вот в этой очереди за своими же территориями вот надо понимать что Украина стоит может быть там на первом месте вот но это довольно длинная и все это является результатом следствия агрессивности России имперскости России вот и сегодня пожалуй руководству Украины стоило бы думать насчет того как поддержать демократические усилия российской оппозиции сторонников демократии в России не отказывать в предоставлении политического уберечь как произошло с очень многими российскими оппозиционерами борцами которые жизнью рисковали ради Украины в России когда оказались в Украине им сообщили что в них не очень не заинтересованы тем более что начался такой процесс борьбы с Пушкиным с русским языком важный процесс самоидентификации Украины но не должен был касаться интересов Украины в будущем демократическом устройстве России вот об этом тоже надо думать руководству Украины быть популистом легко снести память к Пушкину закрыть музей Булгакова потрафить интересом или усилием самых отчаянных националистов но приносит ли это прибыль Украине я не дуб не не пуш не 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 не